В Казахстане впервые реализуется проект развития молодежного корпуса. В его рамках молодые инициативные люди разрабатывают социальные проекты и помогают уязвимым группам населения. Только в южно-казахстанском городе Кентау обладатели мигрантов Jazz Projects стали 18 человек. Они уже воплощают свои бизнес-идеи в жизнь и получают стипендии. Все эти парни и девушки — авторы социальных проектов. Они объединились в группы и вместе работают над решением важных проблем. Например, Айдана Жураева разработала ауди-журнал для слабовидящих и незрячих людей. Говорит, что аналогов «Алим-де-Сейзену» в Казахстане нет. Мы выпускаем ауди-журнал для людей с ограниченными возможностями. Издаём романы для мужчин и женщин, детей. Сейчас мы собрали все материалы и делаем запись. Говорящие журналы издаются по заявкам самих незрячих и предоставляются они бесплатно первые пять месяцев. Это главное условие проекта Jazz Project. Авторы стараются сделать жизнь особенных людей полноценной. Например, вместе со слабовидящими шьют детские сумки, украшенные национальным орнаментом, разрабатывают книжки и раскраски. Наша цель — поддержать молодёжь, повысить их потенциал, дать им возможность открыть своё дело. В Кентау гранты выиграли 18 проектов. По области мы находимся на первом месте. В Кентау мало птицеферм, поэтому молодой предприниматель Султан Азад решил занять эту нишу — построить бизнес на производстве яиц. На полученный миллион ценге он закупил корни сушек и обеспечивает свежими яйцами малообеспеченные семьи. Наши проект — это шаг навстречу будущему. Мы начинаем с малого, а в будущем я планирую открыть большую ферму и обеспечивать продукции жителей всего Кентау. Пока проект развития молодёжного корпуса реализуется в четырёх регионах страны. В будущем географию обещают расширить. Наталья Цуерблот, Абишев, Нурмахамик Муратов, Южно-Казахстанская область, Хабар, 24.